Всем привет дорогие друзья, с вами Грув и я спешу к вам с партией новых замечательных карт из дополнения экспедиции в Ангуро, которые вот-вот уже наступят. Нам каждый день теперь будут вбрасывать какое-то энное количество карт и за два дня уже набралось в принципе приличное количество, которое мы бы сегодня, я бы сегодня хотел вам показать. Надеюсь это все, если какие-то карты забыл, то обязательно в следующих видео вам покажу, так что с этого дня можете приходить на канальчик, смотреть новые картишки, я буду регулярно их публиковать для вас. А чтобы не просить видео, если не за колокольчик, всегда можете включить уведомления, вам будет приходить уведомление о том, что я выпустил видео или начал стрим, милости прошу. Итак, карты, которые сегодня я приготовил для вас, точнее Близзарды приготовились для нас, я приготовил для вас. Итак, погнали. Первая карта, которую мы увидели, это Умненный Гейзер, новая маговская карта, две маны. Спелл наносит две единицы урона, вы кладете в руку элементаля 1-2. Очень изначально показалась карта, похожая на нефритовый серикен, который в принципе хорошо играл и в ладере и на арене, ну в ладере и в джейд, роге на арене. Просто играл как неплохой ремовл, да и выставление существа было в принципе неплохо. И я скажу вам, что довольно неплохой спелл, особенно если у мага появятся какие-то синергии на этих элементалях, дальше мы увидим, есть классовые карты, которые действительно имеют эти синергии. Посмотрим, может это данная карта и даже выстрелит. Да, неплохо выглядит, как минимум. Как минимум это два дэмэджа. Если у разбойника надо было еще серию приемов сделать, то никакого тут условия не накладывается. Если у мага появится какая-то карта синергирующаяся с элементалями, то скорее всего эта карта заиграет. Переходим к следующей карте. Я их в сыровизне выстрелил. Вот это, кстати, вот эту карту пламенной элементаля мы получаем из, по-моему, как я понял... А, ну вот, мы получаем вот эту руку, в руку вот этого элементаля. Здесь написано, кладите в руку, но по-моему здесь неправильный перевод, я могу ошибаться. Мне кто-то на стриме говорил, что здесь должно быть вы играете на стол. Потому что в руку этого элементаля, ну посмотрим, это тогда большой минус, да, там Джейд на стол выходил, а здесь ты в руку получаешь доп-карту. И действительно, да, если будет какая-то синергия с элементалями, может и сыграет. Вот это, кстати, видимо так этот элементаля выглядит. Переходим к следующей карте. Огневичок называется карта, заодно ману 1-2. Близзарда решили, нарастающей, видимо, показывать нам карты. Огневичок с боевым ключом вы кладете в руку элементаля 1-2. Ну, скорее всего, да, в руку будет эта тема работать. Если раньше была какая-то проблема с элементалями, то эти карты призваны решить эти проблемы ради того, чтобы механика элементалей играла хорошо. А дальше мы увидим, какие будут элементали, какие хорошие синергии есть на них. Но чем дальше, тем больше. Карта так, если честно. Средненькая. Средненькая. Наверное, такого же ты получаешь, вот как у маг. Так, скорее всего, да, в руку они будут приходить. И мне, если честно, ну, это, знаете, как... Очень, очень, знаете, такие специфические карты, которые требуют какой-то определенной синергии. Поэтому, заиграет карта или нет, ну, за одну ману 1-2. Ну, считайте, за одну ману 2-3, да, вроде как. 2-4 даже вы не проседаете по картам. Не думаю, что... Ну, короче, только если какие-то синергии на элементале будут. Переходим к следующей карте. У нас тут кристаллор... Оракл. Кристаллический оракл. За одну ману 1-1. Престовская карта. Дезратл. Пресмертный хрип. Копирует карту из колоды оппонента вам в руку. Ну, у Преста много таких было синергии на вот этих замечательных картах, которые воруются, грубо говоря, из колоды противника. Эта карта очень похожа на боевой клич. Вот разбойника, пиратик вот этот 1-1, который давал случайную карту класса оппонента. Но эта карта дает вам карту из колоды противника, что делает эту карту намного-намного круче. И также эта карта открывает опции для нового секрета. Вот, Преста. Разыграйте там сколько-то... 8, по-моему, Дезратлов. В принципе, возможно, ляжет в нового Преста. Почему бы нет? Правда, надо сначала на первый ход квест этот отыграть, а потом уже кидать этих кристалликов. Потому что без них, ну, как-то дека... Ну, смотрите, знаете, как это можно было написать? 1-1 существо, которое ваш противник уничтожит без проблем. И вы получите какую-то карту, причем хорошую, из колоды противника. Я думаю, данная карта даже может, в принципе, любое место занять в колоде, например, на арии. Нет, неплохая карта. Ты считай, не теряешь темп по карте и что-то даже на стол выставляешь. Ну, почему бы и нет? Плюс тогда Зратл, и возможно, появятся какие-то крутые синергии с ними. Посмотрим, посмотрим. Переходим к следующей карте. А вот и Каменный Часовой, о чем я и говорил. Тут появились карты, которые синергируют с элементалями. Так и этот чувак, Каменный Часовой, синергирует с ними. Если на прошлом ходу вы разыграли элементаля, призывает двух элементалей. 2-3 с провокацией. Ну, вот как волки, вот эти, там только элементалей. Вам достаточно сыграть всего лишь одного элементаля на предыдущем ходу, чтобы, в принципе, сыграть довольно сильное существо на 7 маны. Посмотрите, это если просуммировать 2-3 статы с провокацией, это 4-4-6, да 4-4, это 8-10 существо за 7 маны. Это, по-моему, очень круто. Главное, чтобы был элементаль какой-то очень крутой за 6 маны. А у Шамана он есть за 6 маны, огненный элементаль. И, скорее всего, ему припишут элем, и тогда эта карта будет просто бомбезной. Отвечаю, очень сильная карта. Ее очень... Ее легко разыграть просто. Легко. У нее небольшое, не сильное условие. И ходим к следующей карте. Shadow Vision называется. Новый эпический спелл для приста. Discover. Раскапывайте копию вашего спела из вашей колоды. Вы получаете 3 карты спелов из вашей деки. И, в принципе, один выбираете и копируете его. То есть тот, который был у вас в колоде, остается. То есть вы его еще получите и сможете разыграть. Сразу же напрашивается, да? 3 ШВД классно, да? Гребение, да? Погребение, вроде, не уходит, да? Не уходит. Уходит. Могу ошибаться. Может быть, какие-то ОТК комбы с вот этим взрывом разума. 5 дэмэджа в лицо за 2 маны. Может быть, еще крутые какие-то комбинации. Мне кажется, карта очень крутая. То есть иногда у нас было такое, что мы не могли найти ответ, например, на жирное существо. У нас где-то в колоде был там, допустим, ШВД, погребение или что-то еще. И мы просто не могли с жирным существом справиться сейчас, и из-за этого противник выигрывал. Вот это, в принципе, карта решает проблему каким-то отсутствием. Ну, такой небольшой выбор добора. Причем мы получаем копию, то есть мы не лишаемся всех карт. Как, например, спел Хантишки. Выберите 3 карты, 2 сбросите, 1 возьмите. Мне кажется, пора Ханту уже починить. Там первый дроп. Крутая карта. Была бы из Т-карты, не сбрашивала. Вот эта карта, в принципе, нормальная. Я думаю, можно попробовать фановые колоды точно. Может быть, даже где-то и в профессиональных деках засветится. Посмотрим уже ближе к делу. Переходим к следующей карте. И у нас тут Леги пошли. Ой, я одну Легу забыл, наверное, да. Ну ладно, в следующий раз я покажу. Первая Лега, которая у нас есть, это Озрук. Провокация боевого клича. Получается плюс 5 к здоровью за каждого элементаля, что вы сыграли на прошлом ходу. 9 маны, 5-5. То есть, если вы сыграли на прошлом ходу одного элементаля, то это существо становится 5-10 с провокацией. Я не знаю. Я сразу посмотрел. И, если честно, меня это существо не вдохновило. Даже если ты сделаешь 5-20 стаунт, и у твоего противника найдется овца. Просто ты просто протеряешь 9 маны и, скорее всего, проиграешь. Я не думаю, что данная карта взлетит. Элементали пока не настолько сильные. Посмотрим. Это должна быть какая-то суперконтроль дека против какой-то суперагрессии. И тогда эта карта, наверное, взлетит. Посмотрим, ребят. Я не стал бы возлагать большие надежды на данную карту, потому что 5-20 она особо ничего не сделает. Если все будут знать, что там, не знаю, все кладут этого Озрука, положат колду Блэк Тайта и все. До свидос, просто Озрук. Мне кажется, не особо. Карта за 9 своевременно, понимаете, должно быть. Ты хотел бы эти статы получить, но, не знаю, на седьмой ход классно было бы. Так можно было, не знаю, там, как-то его раскачать, не знаю, раскачать и поставить. Ну, то есть за 10 маны ты можешь стабильно, я не знаю, отыгрывать этого Озрука 5-10 с таунтом. Потому что есть, да, элементальчики за единицу. У меня большие вопросы к данной карте. Не думаю, что она как-то себя проявит. И последняя на сегодня карта. Одну карту не добавил, в следующий раз о ней расскажу. Значит, это матка за вас. За вас, я сказал, за вас, за нас. Другой раз. За 2 маны и 2-2. Когда вы сбрасываете это существо, оно получает плюс 2-2 и возвращается к вам в руку. Я сначала подумал, что да, это существо, если ты сбрасываешь из руки, оно просто получает баф плюс 2-2, но оказывается, что эта карта выставляется на стол и также получается копия возвращается в руку с бафом плюс 2-2. То есть потом ты можешь разыграть эту карту 4-4, 6-6, 8-8, ну и так далее. Хотя мне изначально показалось, что ты ее просто сбрасываешь, и она на стол не ставится, просто качается в руке. Тогда эта механика очень похожа на... на механику Бугаев с раскачкой существа. Но, скорее всего, он на стол выставляется, ну потому что иначе бы ее не сделали легендаркой. Так она хотя бы похожа на легендарку, если она при сбросе еще и на стол будет выставляться. Я считаю, что эта карта довольно сильная, особенно в дискард локе. Карта себя, скорее всего, покажет. Вот посмотрим, ребят. Ну, прям показали очень сильного дискард лока. Уже почти все карты, и уже как-то многие настроены на то, что мы будем в ближайшее время искать, играть дискард локом. Ну, на этом все. У меня карты кончились. Есть еще одна карта паладина, легендарка. Но о ней мы поговорим в следующем видео. А пока, ребят, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете о новых картах. А с вами был Грув, увидимся в новых видео и стримах. Всем пока-пока, друзья. Пока. Держите. Чипа.